Руководитель управления информацией и аналитики мэрии Самары Елена Рыжкова прокомментировала в своем телеграм-канале инцидент с автобусом. Он загорелся, когда ехал в районе пересечения Карла Маркса, Старозагора. Автобус ехал без пассажиров в парк автобусного предприятия. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается. Самарский кадетский корпус Министерства внутренних дел объявил набор на обучение в пятый класс. Принимаются дети в возрасте не старше 11 лет, годные по состоянию здоровья, успешно освоившие образовательную программу начального общего образования. Полный срок обучения составляет 7 лет. В период нахождения в кадетском корпусе обучающимся безвозмездно предоставляется проживание, питание оформенное, обмунтирование, медицинское обеспечение. Адрес приемной комиссии. Улица Академика Кузнецова, 32. Телефон 8 846 302 69 66. Информирует телеграм-канал Красноглинского района. 19 ноября в Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика» в рамках проекта «Всероссийский день чтения вслух», пишет телеграм-канал городской администрации «Весть с Дворянской». Организаторы подготовили интересную программу для ребят от 3 до 14 лет. Для малышей в 11 часов организаторы приготовили театрализацию сказочной истории по книге «Как дятел Саву спас». В 12 часов читка. Она объединит всех участников и победителей конкурсов чтецов. Ко встрече могут присоединиться и читатели библиотеки. А в 14 часов актриса Самарского театра юного зрителя Самар Ольга Петрик проведет мастер-класс по актерскому мастерству и сценической речи для ребят от 7 лет. Предварительная запись по телефону 337 0388. Субтитры создавал DimaTorzok